Можно показать вам журнал вызовов, взять, допустим, год назад, или даже полгода назад, и сегодня. Это будет земля и небо. Есть личное подозрение, просто личное. Этот год пройдет, да. В следующий год либо больше бюджет заложит денег, либо наоборот меньше. Если меньше, значит сделают бесплатную транспортировку. Если сделают больше бюджет, потому что кому-то выгодно будут возить, могут опять вернуться больше количества покойных, потому что за каждого будет платить 550 гривен. Вы понимаете, что если, например, 2 покойника в день, держать 6 человек и получать при этом 2 покойника по 550 гривен, то есть 1100. А как зарплату платить? 6 человек дежурило, еще плюс диспетчер, 7 человек. По условиям тендера должен быть, вы почитаете, на сайте стоит, один водитель, не менее двух агентов и диспетчер, один экипаж, два экипажа. Это получается 7-4 в день надо платить зарплату. Сутки просидели, но минимум 40 суток получается. Грин 400, но это самое минимум. Это 2 800, они должны заплатить чего-то. Если один покойник, они отвезлись откуда-нибудь в свой карман... В другой день будет 10, но в другой день будет 10. Ну, будет даже 10. Существует среднее какое-то? Бизнес плюс машина, плюс бензин, содержание помещения. И личный интерес бизнесмена. Какой личный интерес бизнесмена, если он заработал 100 гривен или вообще ничего не заработает? Это у нас нового года количество тех, которые будут возить, суммы намного увеличится. Да, вопрос, либо возрастет, либо будет платный. А второй вопрос, просто может, как бы, тут есть подозрение, что кто-то хочет просто контролировать полностью потоком покойников, чтобы свои личные интересы их там продвигать. Это, ну, как бы, я не вижу логики смысла. Если бы мы сейчас возили себе по 20 покойников в день, то да, тогда действительно понятно. Да, конечно, это выгодно комиссийской цивилин выкупить. Там зарплату отдай, бензин, машина, там, аренда помещения, ну, и что там, выхлоп есть, ну, как бы, смысл. Логика должна быть. А когда рассказывают, что мы боремся с коррупцией, с коррупционерами, уничтожает рабочников, которые зарплата 3200. Да, люди бывают благодарны, бывают, люди дадут 100 гривен, ну, как бы, без войны, люди отблагают. В этом же есть, да, в самом деле, бывает. Помяните там, но не без этого. Ну, извините за эти деньги, даже поделите на бригаду, 3 человека там или вдвоем. 30-50 гривен вы не разбогатите никогда. Да, ни на какую машину, в Ленкрузе вы себе не купите, не знаю, ни Тойоту, ни Мерседес, ни какие другие. Ну, да, как выступил Борщенко, сказал, здесь коррупция. Вот вы сидите на маленькой зарплате, значит, у вас есть какие-то деньги. Какие деньги? Да, люди, кто-то где-то, может быть, еще подрабатывают вне своей смены, и не в этом бизнесе, это точно. Никто в этом бизнесе не работает, не в коррупции, не в виде. Все работают, да, в другом, потому что эта зарплата, она низкая. Кто-то у кого-то из себя народы, кто-то чем-то другим занимается.